Доброго всем времени суток. Господин Мединский меня заблокировал в Твиттере. Я ему ничего оскорбительного не писал. Я просто потребовал на основании Конституции Российской Федерации, которая запрещает цензуру в том числе и кино, вернуть фильм «Смерть Сталина» в кинотеатры Российской Федерации. Дело в том, что многие из вас могут сказать, что фильм «Смерть Сталина» порочит нашу историю. Скажу, что да, порочит историю. Но там нет никаких порнографического содержимого и других запрещенных каких-либо материалов. Он соответствует как Конституции Российской Федерации, так и закону Российской Федерации на сегодня. Почему же запретили фильм «Смерть Сталина»? Дело не в надругательстве над нашей историей, как нам пытаются заявить. И не в том, что кому-то там из сенаторов или из депутатов фильм не понравился. Все дело в том, что сенаторы и депутаты узнали себя в этих самых ролях Жукова, Берии, Хрущева, ну и далее по списку. Почему так? Ну, потому что вы сами знаете Путина Владимира Владимировича, навряд ли он сам уйдет добровольно. Значит, его вынесут из Кремля вперед ногами. И поэтому, как бы, те, кто его окружают, они это осознают и прекрасно себе представляют, как, допустим, в условном 2035 году Путин лежит, как и здесь показано в данном фильме Сталина, в луже мочи. И вот они, эти самые депутаты и сенаторы, еще вчера восхвалявшие Владимира Владимировича начинают делить власть. Ну, то есть, партноменклатура узнала себя в данном кино, хотя кино формально не о них. Теперь, что касается самого Министерства культуры Российской Федерации. Министерство культуры Российской Федерации создано, чтобы поддерживать театры, кино, художественные выставки, которые не выживут в условиях рыночной экономики. То есть, если, допустим, условно, какой-нибудь кинотеатр есть в малонаселенном отдаленном пункте, по законам рыночной экономики он не может, ну, выжить. Значит, он спонсируется из бюджета Российской Федерации, из же областного бюджета. Вот зачем нужен Минкульт? То есть, поддерживать культуру там, где, в общем, люди на нее либо не ходят, либо она не может выживать, либо не сможет жить в нормальных, естественных условиях рынка. Однако, господин Мединский превратил из Министерства культуры, которое поддерживает различные выставки и какие-то кинофестивали и прочее, в Министерство цензуры и пропаганды. Так стоит называть Министерство культуры. Министерство культуры запрещает всякое, любое зарубежное кино. Делает это, чтобы российские фильмы собирали по миллиардное количество просмотров самих кинотеатров. Однако, кинотеатры сейчас убыточные предприятия, потому что многие могут посмотреть любое кино, не выходя из дома, из своих квартир, на различных гаджетах, планшетах и ПК. Что не может, конечно же, не набить оскомину господину Мединскому. И вот он запрещает западное кино, чтобы российское кино как бы прокатывалось в тепличных условиях. Переносит, в частности, фильм «Приключения Мишки Паттингтона» или же там запрещает фильм «Смерть Сталина», как я уже говорил. Но в Министерстве культуры творится не только тотальная цензура и пропаганда. И полная дурость и тупость. Почему я так думаю? Достаточно просто в Яндексе. Ну, например, в Яндексе можно в Гугле. Вбить в Министерство культуры. Что выскочит на первой полосе? В Минкульте потеряли урну с прахом Ростовского. Вот додумались потерять урну с известным оперным певцом. Вообще, как это возможно? И это все при Министерстве культуры, которую тут сказано. Название его докторской работы, проблемы объективности и освещения российской истории второй половины 15-16 веков, которое одновременно стало и предметом исследования, эксперты признают некорректным, неотражающим предмет исследования и слишком абстрактным для исторического труда. Автор занимается исправлением неточностей и искажений реалий русской жизни в сочинениях иностранцев, не отдавая себе отчета в том, что для такого рода сочинений они естественны и неизбежны, так как это изложение впечатлений и определенного, обусловленного различными причинами видения представителей другой культуры сказано в заявлении. Но кто такой господин Мединский? Мединский – это современный Геббельс, и поэтому ему можно даже быть министром культуры в докторской степени весьма, так сказать, очень спорный, ибо, как мы все прекрасно помним, скандал, который развивался о том, что он там списал диссертацию, ну, в общем-то, затих, но, тем не менее, гремел так, что, я думал, чисто его снимут. Его пока не сняли, ну, не знаю, может, после переизбрания Путина снимут и поставят, наконец-таки, нормального вменяемого министра, хотя, может быть, нет. Ну, не будем задаваться там рассуждениями о том, что будет в будущем господин Мединский полный, тотальный непрофессионал. он не возглавлял какой-нибудь театр или там киностудию, чтобы быть министром культуры, и таких министров у нас вагон и тележка, хотя они не все бездарные. Спасибо за внимание!